Жамбылцы все больше и больше становятся зависимыми от импортного куриного мяса. Так, в прошлом году в США и России было импортировано более 20 тонн этой продукции. В нашем же регионе птицефабрика Аулиата Феникс была реализована 3600 тонн, соответствующий стандартам халал. Этот показатель покрывает только 50% потребностей местного населения. Для полного же обеспечения внутреннего рынка необходимо открытие еще одной птицефабрики, говорят специалисты. Подробнее в следующем материале. На птицефабрике Аулиата Феникс выращивается около миллиона птенцов. Есть инкубаторы, комбикормовый цех, лаборатория и 16 специализированных баз. Из средств на открытие предприятия более 1 миллиарда тенге профинансировала АО «Казакрофинанс». Сейчас же фабрика работает на полную мощность. Благодаря господдержке предприятие в прошлом году в Россию и Кыргызстан экспортировало 52 тонны куриного мяса. «Ежедневно через убойный цех проходит 12-13 тысяч кур. Получаем 20-24 тысяч килограммов продукции. В городе есть четыре наших магазина, где реализуется продукция». К слову, птенцы бройлера за 40 дней набирают в массе более двух килограмм. Затем их отправляют в убойный цех. Всё производится по голландской технологии. Однако это не перекрывает потребности местного населения. Зависимость в импортном мясе ещё высока. Так, в прошлом году из США было ввезено 16 тысяч тонн мяса, а из России – 2800 тонн. Бывали и случаи, когда импортное мясо не соответствовало санитарным требованиям. «Чтобы полностью обеспечивать этой продукцией внутренний рынок и выходить на экспорт, нужно увеличивать производство. Нашему народу это пока чуждо. Технология разведения птиц очень сложна. Нужны большие средства. Кроме того, птицы часто болеют. Из-за этого заинтересованность со стороны предпринимателей маленькая». Стоит отметить, что со стороны Министерства сельского хозяйства оказывается должная поддержка птицеводам в виде субсидий и дотаций, так как именно эта сфера отстаёт у нас в стране. Мадер Селик Шынғызхан Кенесхан, Семсем Ньюз.